Техническое описание кода неисправности OBD2 – эффективность предварительного каталитического нейтрализатора NOX SSR ниже порогового уровня 2, что это означает? Это общий диагностический код неисправности – DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2 – с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Audi, Big, Chevrolet, Ford, GMS, Mercedes-Benz, Subaru, Toyota, Volkswagen и т.д. Несмотря на то, что общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда P20F3 хранится в транспортном средстве, оснащенном дизельным двигателем OBD2, это означает, что модуль управления трансмиссией обнаружил, что эффективность катализатора ниже определенного порога для определенного ряда двигателей, этот конкретный код применяется к каталитическому нейтрализатору или ловушке для NOX для ряда двигателей. Банк 2 – это банк двигателя, который содержит цилиндр номер 2, хотя современные дизельные двигатели с чистым горением имеют много преимуществ по сравнению с бензиновыми двигателями, особенно в грузовых автомобилях, они также имеют тенденцию производить больше определенных вредных выхлопных газов, чем другие двигатели, наиболее заметными из этих агрессивных загрязнителей являются ионы оксида азота, NOX, системы рециркуляции выхлопных газов и GR помогают значительно сократить выбросы NOX. Но многие современные мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов при использовании только системы и GR, по этой причине были разработаны системы SSR. Системы SSR впрыскивают дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед каталитическим нейтрализатором или ловушкой NOX. Введение DF повышает температуру выхлопных газов и позволяет каталитическому элементу работать более эффективно, это продлевает срок службы катализатора и позволяет выбросу NOX меньше в атмосферу. Датчики кислорода O2, датчики NOX и, или датчики температуры устанавливаются до и после катализатора для контроля его температуры и эффективности. Вся система SSR контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, иными словами, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и обеспечения оптимальной фильтрации NOX. Если PSM обнаруживает, что эффективность катализатора недостаточно для минимально допустимых параметров, будет сохранен код P20F3 и может загореться индикатор неисправности, какова серьезность этого кода неисправности. Любые сохраненные коды, связанные с SSR, могут инициировать отключение системы SSR. Сохраненный код P20F3 следует считать строгим и адресованным как можно быстро и может произойти повреждение катализатора, если код не будет быстро исправлен, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P20F3 могут включать, чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, снижение эффективности использования топлива, другие сохраненные коды SSR и выбросы, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик O2, NOX или температуры, неработающая система SSR, неисправный инжектор SSR, неправильная или недостаточная жидкость DF, плохой контроллер SSR или ошибка программирования, предварительный катализатор утечки выхлопных газов, установка вторичных или высокоэффективных компонентов выхлопных газов, какие шаги по устранению неполадок P20F3. Если хранятся другие коды SSR или коды выбросов отработавших газов или коды температуры выхлопных газов, их следует устранить, прежде чем пытаться диагностировать сохраненный P20F3, любые утечки выхлопных газов перед катализатором должны быть устранены перед попыткой диагностики для этого типа кода. Для диагностики кода P20F3 потребуется доступ к диагностическому сканеру, цифровому вольтметру, ометру, DVOM, инфракрасному термометру с лазерной указкой и источнику диагностической информации системы SSR для конкретного автомобиля, поиск билетене технической службы, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя. Хранимый код, с и выставленные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию. Начните диагностику с визуального осмотра системы впрыска SSR, датчиков температуры выхлопных газов, датчиков NOX и жгутов и разъемов датчиков кислорода, 02, сгоревшая или поврежденная проводка и, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены, прежде чем продолжить. Для продолжения найдите диагностический разъем автомобиля и подключите сканер, получите все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра и запишите эту информацию перед очисткой кодов, после этого тестируйте автомобиль, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM действительно входит в режим готовности, код является прерывистым и может быть намного более трудным диагностировать в это время, условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен диагноз. Если код сбрасывается немедленно, выполните поиск источника информации о транспортном средстве, чтобы получить диагностический блок схемы, схемы выводов разъемов, виды лицевых разъемов, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов, эта информация будет необходима для выполнения следующих шагов вашего диагноза. Наблюдайте за потоком данных сканера, чтобы сравнить данные O2, NOX и температуры отработавших газов, да и после кошки, между рядами двигателей если обнаружены несоответствия, проверьте соответствующие датчики с помощью DVOM, датчики, которые не соответствуют спецификациям производителя, следует считать неисправными, если все датчики и схемы работают должным образом, подозревайте, что каталитический элемент неисправен или что система SSR вышла из строя, убедитесь, что резервуар RDF заполнен соответствующей жидкостью и не загрязнен.